Привет, друзья! Возвращаемся на Bringo Trailer. Хочу начать с полюбившегося многим пикапа Chevrolet 3100 от Icon, который между прочим занял третье место по итогам сентябрьских торгов с результатом 322 с половиной тысячи долларов. Покупатель по непонятным причинам отказался от покупки, за что был немедленно забанен. При повторном размещении пикап едва преодолел половину предыдущей суммы и не был продан. Представители аукциона связались с претендентом, занявшим второе место, но он уже купил себе другой пикап. Третий претендент, который выпал на отметке 225 тысяч, тоже больше не заинтересован. Итого финальная ставка 176 тысяч и наше соболезнование продавцу. Он потерял отличный аукцион. Ну а что у нас там с актуальной десяткой? Впервые в наших рейтингах представитель массовой французской марки. Это Renault R5 Turbo 1 1981 года. Созданный марком Дешамом и Марчелло Гандини из Бертоне, R5 Turbo дебютировал на автосалоне в Брюсселе в январе 1980 года. Это был не какой-то типичный дурацкий Renault из 80-х, а серьезный амалогационный автомобиль для участия в ралли группы 4. Перед вами один из примерно 1820 экземпляров первой серии. Хотя на табличке в салоне указан порядковый номер 377, Вин говорит нам, что это 507 машина. Да, Renault пронумеровывала автомобили, поддаваясь какой-то своей собственной логике. Этот конкретный R5 Turbo очевидно был подготовлен на заводе для европейской гоночной серии Coupe d'Europe, которая открывала гонки Формулы 1 в сезонах 1981-1982 годов. В них участвовали успешные местные гонщики, специалисты по гонкам на выносливость и раллисты. Вероятно, этот Renault был приписан Йоахиму Винкельхоку. Машины, пережившие гоночную серию невредимыми, были перепроданы как дорожные версии. В отличие от стандартного переднемоторного переднеприводного Renault 5, R5 Turbo центрально-моторный и заднеприводный. Он приводится в действие четырехцилиндровым мотором объемом 1,4 литра, оснащенным турбонагнетателем Garret. Сообщается, что двигатель был модифицирован с помощью комплекта Renault Sport, включающего более крупный интеркулер, измененный распределитель топлива, гильзы цилиндров и поршни. Это позволило поднять мощность со 160 до 220 л.с. Ранние модели имели алюминиевые крышу, двери и заднюю крышку, а потом в Renault решили, что это очень дорого. Поистине удивительно, как Гандини превратил скромный Renault 5 в этот шедевр промышленного дизайна. Добавьте сюда абсолютно дикий интерьер первой серии, эти сиденья и руль. Французы были королями интерьеров 80-е годы, и это не сарказм. Они никого не копировали, и никто не копировал их. Renault R5 Turbo это одна из самых безумных, невероятных, аппетитных и желанных машин, которые действительно указывают на то, что вы автоэнтузиаст. Роскошная Феррари и Ламборгини это, конечно, хорошо, но этот малыш настоящий искуситель. Приведу слова одного из комментаторов. Я продал свой R5 Turbo 1 в 1981 году, потом пожалел и искал другой на протяжении 40 лет. Не совершайте мою ошибку. Это возможность стать обладателем одного из самых уникальных и особенных автомобилей всех времен. Renault был продан за 180 тысяч 100 долларов. На девятом месте Jaguar XKE Series S1 3.8 Roadster 1964 года. Он почти такой же надоедливый, как Ламборгини Кунтаж. Далекие места в наших десятках часто оккупируются Jaguar XKE. Неудивительно, ведь многие до сих пор считают эту модель самым красивым послевоенным автомобилем, не уступающим по стилю ультра-торогому Ferrari 250 GTO. Почему же тогда он не стоит столько, сколько Ferrari? Думаю, что дело в их количестве. Их довольно много. Каждую неделю на Bringer trailer появляется один, а то и несколько XKE первой серии. А есть еще менее желанная вторая и причудливая 12-цилиндровая третья. В связи с этим мы наблюдаем некоторый откат цен на них. Хороший Jaguar должен стоить не менее 240 тысяч долларов, а восстановленный до идеального уровня более 300. Для безупречного восстановления автомобиля нужно минимум 2000 часов, плюс море запчастей. Сами подумайте, сколько это может стоить. Данный экземпляр принес всего 191 200 долларов, хотя он очень даже неплох. XKE был отреставрирован в 2017-2018 годах калифорнийской компании Classic Showcase. В процессе оригинальный цвет Opalescent Dark Green был заменен на синий Opalescent Dark Blue. На одометре чуть более 150 тысяч километров. Приятно ведь Jaguar, на котором ездили. Как говорится, если эта машина не может вас расшевелить, значит вы мертвы. А вот и еще один старый друг. Второе явление BMW 503 из апрельского рейтинга. Как оказалось, в апреле машину купил известный коллекционер Ferrari. Затем он добавил себе в коллекцию еще парочку Ferrari, и у него закончилось место. Итого, всем тем, кто не Ferrari, указали на выход. Да, у богатых свои причуды. Коллекционер избавился от мешавшего ему BMW за 200 тысяч долларов, хотя в апреле заплатил за него 270. Ну а мы переходим к Nissan Skyline 2000 GTR 1971 года. Похожий автомобиль посетил наш рейтинг в декабре 2022 года. Тот же 1971 года и тоже с продолжительной японской пропиской. Skyline третьего поколения был выпущен в 1968 году как эволюция платформы, строившейся с 50-х годов, компанией Prince Motor Company, которая в середине 60-х была поглощена Ниссаном. В 1969 году Ниссан представил фирменный шильдик GTR на флагманском варианте седана Skyline, которому в 1971 году присоединилась двухдверное купе. Колесная база у него была на 70 мм короче. Рядный шестицилиндровый двухлитровый двигатель S20 был производным от двигателя гоночного Prince R380 и имел два верхних распредвала, четыре клапана на цилиндр и три карбюратора Mecuni Solix. Удивительный автомобиль. Настоящий убийца BMW 2002. Он в чем-то похож на Shelby GT 350 1965 года. Уличная гоночная машина, продаваемая с гарантией. Даже закоренелые фанаты маслкаров, прожив на свете 70 лет в тотальном игнорировании японского автопрома, признали свое невежество и полезли в Википедию изучать матчасть. В обсуждении возник вопрос о типичных для Японии вынесенных далеко-далеко вперед в внешних зеркалах заднего вида. Насколько они эффективны? На самом деле очень эффективны. Если вспомнить геометрию, то чем дальше зеркало от водителя, тем большее поле обзора оно охватывает. Ведь эти зеркала предназначены не для того, чтобы красить губы и проверять зубной налет, а для того, чтобы дезинфицировать слепые зоны. Обычно такие машины покупаются навсегда, и если человек решает передать эстафету кому-то еще, значит в его жизни произошли серьезные изменения. Хакасука получила признание, которого заслуживает. Цена составила 211 тысяч долларов. Седьмое место остается за Mercedes 300 SE кабриолет 1966 года. В наших рейтингах довольно часто мелькает 280 SE 3.5 кабриолет поколения V111. Сегодня у нас более раннее V112, и мы попробуем разобраться в чем отличие. Самое главное под капотом не V8, как у 280 SE 3.5, а рядом 6-цилиндровый 170-сильный агрегат, который уходит своими корнями к легендарному 300SL Galwing. У V112 было больше хрома, колесные арки и поясная линия. Кроме того, он обладал пневматической подвеской, в то время как V111 имели стандартную подвеску с пружинами и амортизаторами. Да, эта модель не такая быстрая, как 3.5, но в 1966 году вряд ли существовал более дорогой Mercedes, но за исключением 600 серии. Перед нами один из 708 таких кабриолетов. Изначально был белым, но в процессе реставрации перекрашен в текущий оттенок серого антрацита. Можно сказать, что эта машина дважды собрана вручную в Германии, а это о чем-то говорит. По мнению многих комментаторов, 300SE легко затмит V111 3.5. Это великолепный, величественный автомобиль. Да, испытывать влечение к куску металла, резины, дерева и кожи откровенно нездоровая реакция, но черт возьми, этот Mercedes того заслуживает. Цена составила 280 тысяч долларов. Шестое место отправляется к Porsche 356 1600S Twin Grill Roadster 1962 года. Данный экземпляр является одним из 248 родстеров с кузовом Т6 от бельгийского специалиста Dieterren Freer, отличающимся двойной решеткой на крышке двигателя и топливозаправочной горловиной в правом переднем крыле. Первоначально автомобиль был окрашен в синий цвет Oslo Blue и обтянут серой кожей. Как сообщается, большую часть своей жизни он провел в Калифорнии. Косметический ремонт был проведен в середине 2000-х годов и включал перекраску автомобиля в черный цвет и перетяжку салона коричневой кожей. Стандартный двигатель выдавал 60 лошадиных сил, но были еще версии супер мощностью 75 или 90 лошадиных сил. Здесь установлен 75-сильный мотор. Для контраста скажем, что в это же время Jaguar выпускал E-Type с 265-сильным мотором. Не ручаюсь, но предположу, что Porsche стоила дороже. Автолюбителей загадочная публика. Один из комментаторов заявил, что регулярно мучается от депрессии, как только одна из таких машин всплывает в продаже. У него была такая в середине 80-х, но в 1993 году у мотора пропала компрессия и он продал машину за 15 тысяч долларов. А нужно было всего лишь поставить ее в гараж и накрыть брезентом до лучших времен, которые настали сейчас. Это очень хороший Porsche, но предварительные прогнозы говорили, что без топового мотора со сменой цвета и заменой некоторых элементов силового агрегата ему будет сложно преодолеть барьер в 300 тысяч долларов. До заветной отметки не хватило 5000. Страстным энтузиастам Porsche с достаточным количеством денег наплевать, какие цифры выбиты на двигателе. Это волнует только инвесторов и коллекционеров, а они не особо-то и ездят на своих машинах. Мои мольбы были услышаны и у нас сегодня не будет в Ламборгини Кунтаж, зато впервые появляется Diablo 1991 года. Diablo это машина из лихих 90-х. Ее выпуск идеально распластался по десятилетию. В 1990 начался, в 2001 закончился. И именно на раннее Diablo стоит обратить пристальное внимание. Это хардкорные, неразбавленные Diablo, которые отправят вас прямиком в ад, если будете себя плохо вести. Это самые легкие версии, протестированные Валентино Бальбони. Удивительно надежные и даже ремонтопригодные в домашних условиях. Сейчас ранние Diablo набирают обороты, так как они максимально близки к Кунтаж. Простите, и тут не обошлось без Кунтаж. Грубая управляемость очень похожа. Нет причин не рассматривать эту модель всерьез вместо Мурчелаго или того же Кунтаж. Первые неуклюжие, а цены на вторые взлетели в небеса. Diablo настолько ламповые, они настолько пропитаны духом 90-х. Супербыстрые и веселые. И даже есть такие люди, которые считают, что это самые красивые Ламборгини за всю историю марки. Суперкар оснащен мотором В12 объемом 5,7 литра и мощностью 485 лошадиных сил. Любопытно, что данный экземпляр был продан на Бринго Трейлер три года назад за 145 тысяч долларов. Сегодня его цена более чем удвоилась, и это вовсе не неожиданность. Diablo тянется за Кунтаж и Феррари в 40. Все они демонстрируют финансовый скачок. При этом Diablo стоит значительно меньше, чем Кунтаж, и до безобразия меньше, чем Ф40, хотя в начале 90-х они были вполне сопоставимы между собой, и по характеристикам, и по цене. Надеюсь, намек вы поняли. Diablo ушел за 335 тысяч долларов. А дальше у нас Ford Mustang Boss 429 1969 года. Второе появление босса в наших рейтингах. Первый зеленый экземпляр был не так давно, в июле. В 1969 году было выпущено 850 боссов. Цвет Wimbledon White является знаковым для ранних мустангов. Напомню, что первый Shelby GT350 выпускались только в этом цвете. Но и к боссу он подходит как нельзя кстати. Эти машины привлекают много внимания из-за двигателя, разработанного для NASCAR. Непонятно только почему Ford ценой неимоверных усилий впихивал его в мустанг, а не в Торино. 375-сильный маслкар ускорялся до 100 км в час за 5,3 секунды, и с некоторыми модификациями умудрился пройти четверть мили за 12,3 секунды. Этот показатель не сможет превзойти ни один мустанг на протяжении 40 лет. Владелец продержал машину всего пару месяцев. Он признался, что этот босс имеет смысл только для коллекционера. Он бы с радостью на нем ездил, но делать это не очень приятно. Машина слишком редкая и безупречная, и место ей на какой-нибудь экспозиции. За победу склеснулись несколько уважаемых автоэнтузиастов, которые покупают автомобили как будто едят M&M's. Финальная ставка составила 337 тысяч долларов, и это всего на две тысячи больше, чем цена прошлого Diablo. Чтобы понимать, в каком напряжении проходят торги, вот вам несколько цитат от зрителей. «Все, на сегодня никаких больше аукционов» или «Я опустошен и истощен, а ведь это даже не мои деньги». Как видите, люди с азартом переживают и даже делают ставки на соискателей. Ну а подиум открывает AC428 Frua Convertible 1970 года. AC428 с кузовом от Пьетро Фруа был разработан как преемник AC Cobra и впервые был представлен в виде прототипа в лондонском выставочном центре Errol's Court в 1965 году. В конструкции использовалась модификация шасси Cobra Mark III с удлиненной на 15 сантиметров колесной базой, которая отправлялась в Турин для установки кузова, а затем возвращалась в Англию для установки 7-литрового 345-сильного силового агрегата Ford FE. Всего было собрано около 80 таких машин, из них было лишь 29 кабриолетов, из них лишь 6 с левым рулем, из них лишь 2 с механической коробкой, из них лишь одна дожила до наших дней, она перед вами. В этом автомобиле повсюду отпечатки Пьетро Фруа. Посмотрите на дизайн Мазерати Мистраль, который также принадлежит Перу Фруа и что называется найдите 10 отличий. Сходство очевидно, но никого это особо не смущало, даже Мазерати, ведь тираж AC на минуточку старейшей британской автомобильной компании составлял примерно пятую часть тиража кабриолетов Мистраль. AC намеренно не делали ставку на массовость и таким образом контролировали качество. Это эксклюзивный и быстрый автомобиль, у него даже не двойное, а тройное гражданство. В AC 428 объединились Великобритания, Италия и США. Кабриолет был продан за 412 тысяч долларов. На втором месте Chevrolet Corvette Split Window Coupé 1963 года модифицированы Джеффом Хейсом. За последние годы Джефф Хейс сделал несколько рестомодов и они оказались настолько хороши, что он сам стал брендом. Рестомод Хейса это всегда единственное в своем роде произведение. На сборку каждой машины уходит около года. Сам Джефф о своей работе говорит так. Я пытался найти моменты, которые можно улучшить, но не менять радикально до такой степени, чтобы испортить изначальную красоту. Из моих стремлений образовался рынок. Перед вами культовое купе с разделенным задним стеклом с современным шасси Art Morrison и мотором LS3 объемом 6,2 литра и мощностью 525 лошадиных сил. Этот двигатель идеален для Corvette второго поколения. Один из комментаторов рассказал, что в его Corvette расположен надувный LT4 мощностью 650 лошадиных сил и на полном газу он просто вызывает страх, ведь больше не всегда лучше. Есть определенная точка, когда крутящие моменты мощность просто становятся непригодными для использования. В автомобиле отсутствуют дворники, во многом из эстетических соображений. К тому же никто в здравом уме не выгонит такую машину под дождь, отчасти из-за ее невероятной краски, отчасти из-за риска не укоротить 500 с лишним коней на мокрой дороге без трекшн контроля. Джефф Хейс своего рода рекордсмен. Несколько его последних автомобилей были проданы с аукциона Барретт Джексон за более чем 700 тысяч долларов. Наша машина остановилась на отметке 475 тысяч. Сейчас заказать подобный проект у Джеффа уже нельзя. Из-за большой стоимости доноров с разделенным задним стеклом Джефф перешел на Corvette более поздних годов выпуска. А победу празднует кто бы вы думали? Правильно, Феррари. На этот раз очень серьезный тяжеловес. 250 GT Lussu 1963 года. Ни для кого не секрет, что Энце Феррари считал самым красивым автомобилем в мире Jaguar E-Type первой серии. А мог кто-то посоветовать ему обернуться и посмотреть на одну из 250 GT Lussu, выплывающих из его собственной фабрики. Модель была представлена на парижском автосалоне 1962 года, как последний дорожный Феррари в легендарной спортивной линейке 250, запущенной в 1952 году. Позиционируется как модель, балансирующая между роскошным GT 2+,2 и более спортивным GT SWB, от которого она заимствовала шасси с колесной пазой 2,4 метра. Lussu переводится с итальянского как роскошь и многими современниками это было воспринято как шутка. Здесь нет электростеклоподъемников и кондиционера, рычаг коробки передач без маркировки. Пассажирскую дверь можно запереть только изнутри. Тахометр, спидометр и индикаторы поворота находятся в центре салона. Они не видны водителю напрямую, потому что непосредственно перед ним расположены указатели уровня топлива, давления масла, температуру охлаждающей жидкости и часы. Внешние зеркала были опцией и устанавливались дилером. Ни радио, ни бардачка, ни центральной консоли. Кроме того, владельцы жаловались на неубедительные динамические характеристики. Поэтому здесь вместо родного мотора был установлен Коломбо V12 объемом 3,3 литра, а 275 GTB. Оригинальный двигатель выдавал 240 лошадиных сил, донорский порядка 300. По последним замерам в нем осталось 268 лошадиных сил. К сожалению, дополнительная мощность это удар по цене. В Феррари без оригинального мотора стоят меньше, а здесь он вообще другого типа, так что два удара по цене. Тем не менее, волшебный дизайн парит над временем, бросает вызов тенденциям и доставляет удовольствие каждому из нас. В Феррари ушел с молотка за 1 402 000 долларов. Люди часто жаловались Энсу, что его машины стоят очень дорого. На что он отвечал? Понятия не имею, о чем вы говорите. Вы платите за двигатель, а сама машина бесплатна. Феррари воскресил имя Луссо в 2016 году на модели GTC4 Луссо. Их разделяют 50 лет прогресса. Одна вещь небывалой красоты, вторая, ну просто машина. Увидимся на следующих аукционах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова